Всем привет! Это Ксения и сегодня я предлагаю вам поговорить о том, как выражается время в испанском языке. Конкретно мы посмотрим на конструкцию с глаголом llevar. Как вы перевели бы на испанский следующие фразы? Мы уже два года живем в Португалии, автобус опаздывает, я уже 20 минут его жду. И третья фраза, я уже год не ем сахар. Давайте теперь разбирать каждый пример. Что мы здесь видим? Глагол llevar в личной форме, в зависимости от того, про кого идет речь. Потом указание на время. И все. Такая форма обычно употребляется, когда мы говорим про то, что мы где-то живем, или про работу, что мы вот в этой компании работаем уже, например, 5 лет. Я всю жизнь живу в этом городе. Ливу toda mi vida en esta ciudad. Антония живет в Испании с прошлого лета. Антония lleva en España desde el verano pasado. Марио уже 3 месяца работает в этом баре. Марио lleva 3 meses en este bar. В этом случае у нас три составляющие. Глагол «llevar» в личной форме. Дальше указание на время. И глагол в форме «gerundia». «Gerundia» – это такая форма на «ando», «yendo». Отдельно хочу заметить, быстренько, что личные местоимения дополнения «lo, la, le» обычно ставятся перед глаголом. Например, я жду автобус, я его жду. Но с «gerundia» эти местоимения дополнения могут ставиться сзади и слитно. Я три часа пытаюсь разобраться в этой теме и до сих пор ничего не понимаю, какая же она сложная. «Llevo tres horas intentando comprender este tema» и «todavía no lo veo claro». «Qué difícil es». «Сколько ты уже учишь английский?» «Cuánto tiempo llevas aprendiendo inglés?» «Сколько ты нас уже ждешь?» «Cuánto tiempo llevas esperándonos?» Если речь идет не о действии «я жду», «я учу» и так далее, а о состоянии, тогда вместо «gerundia» будет причастие. Это форма на «ado», «ido». Компьютер уже неделю стоит сломанный. «Эль орденадор lleva roto una semana». Или «эль орденадор lleva una semana roto». С этой собакой что-то не так. Она весь день лежит на полу. А ese перо le pasa algo. «Está todo el día tumbado en el suelo». «Рита и Jaime уже 7 месяцев женаты». «Рита и Jaime llevan 7 месяцев casados». Если вы говорите о том, что вы уже какое-то время что-то не делаете, то вы говорите это так. «Евар» в личной форме плюс указание на время. «Дос años», «una semana», «дос meses». И «sin» плюс глагол в инфинитиве. «Син tomar», «син beber», «син descansar», «син dormir», что угодно. «Juan уже полгода не курит». «Juan lleva 6 месяцев sin fumar». «Я умираю от голода». «Я весь день ничего не ела». «Estoy muerta de hambre». «Еvo todo el día sin comer». «А как там Juana поживает?» «Я уже много лет ничего про нее не слышала». «¿Qué ha sido de Juana?» «Еvo años sin saber de ella». В комментариях предлагаю вам ответить на вопрос «¿Cuánto tiempo llevas aprendiendo español?» И по доброй уже традиции я написала 30 предложений на перевод с русского языка, которые вы найдете по ссылке в описании к этому видео. Обязательно подпишитесь на этот канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok